Как бы им решать, они скажут, блин, нафиг тебе это мне нужно. Ну да, ребят, пожалуйста. Или наоборот, ты сейчас растрогаешь и все, и они как бы скажут, нафиг я тебе нужен. Нет, мы друг другу нужны, я думаю, очень много. Привет, ребята. Я вернулся в Москву, но не к себе домой. Ну как не к себе, квартира моя, но здесь я долгое время не жил. Здесь жила последние 4 года Мия. В прошлом выпуске я сказал, что, мне кажется, будет, настанет тот момент, когда мне придется рассказать о нашем расставании. Но я не думал, что он настанет так быстро. Потому что совсем недавно вышло интервью, где Мия высказалась обо мне. Там было очень много неправды, и я понял, что ни в коем случае нельзя отмалчиваться. Нужно рассказать, как это было, все на самом деле, как это было с моей стороны. Поэтому я приехал сюда, на ту самую квартиру, где, собственно, Мия жила. Вот так она выглядит. Вы, кстати, давно просили рум-тур. Той самой квартиры, которая снималась в дневнике Хача, где жил я. Ну и, собственно, Мия. Вот так это выглядит. Вот такая большая комната здесь. Обратите внимание на эту стену. Вот. Сейчас я хочу показать вам фотографию. Вот она. Мия решила покрасить ее со своим изображением. Вот. Она съехала. И, слава богу, у меня есть хорошие работники, которые закрасили эту стену к моему приезду. Иначе было бы совсем как-то не по себе. Знаешь, заходишь к себе домой, и тут еще и тебя Мия на стене встречает. Вот. Ну что, мы идем дальше. Здесь у нас кухня. Кухня и такое вот пространство. Последний год, как я понимаю, здесь жили сестры Мии. Об этом я узнал от охранника, который мне как-то написал и говорит, что, слушай, последние несколько недель Мия уже не одна живет, а со своими сестрами. Но я подумал, ну ладно, пускай живет, как бы не стал противиться этому. Ну, здесь туалет, санузлы. Это все неинтересно. Вот такая зона для работы. Здесь у нас синтезатор стоял. Здесь такая моя мини-студия была. Вот даже награды какие-то остались. Муз-ТВ, звезда Муз-ТВ, Мия Бойко. О! Жара. Интернет-хит. Да. Хорошая работка у нас была. Погнали дальше. Гардеробная. Вот здесь вот очень классный момент, что я предоставил квартиру Мии для проживания и еще и целую гардеробную. Здесь было огромное количество вещей. Там Вэтмо, Херен Престон, Баленсиаго, вообще много-много-много всего. Там Адидас и так далее. И я сказал Мии, я говорю, носи сколько хочешь. Собственно, что она и делала. Первое время, ну как первое время даже, ну несколько лет, мне кажется. Сейчас я такой зашел, решил проверить. А шкафы пустые. Если они пустые, я не знаю, но, наверное, там одежда износилась или нет. Осталась только одна худи. Такая вот, Рамштайн. На самом деле, моя любимая. Это Вэтмо, Рамштайн. В общем, легендарные на самом деле худи. Спальня. Спальня вот такая просторная. Большая спальня. Ванная. Че? Ну, короче, жирная квартира в 200 квадратов. И мне было неприятно слышать некоторые вещи. Про манипуляции какие-то, про еще что-то. Я думаю, что я вот сюда сейчас присяду. И по порядку пройдемся по ее интервью. И расскажу вам, как что, как это было. Как мы вообще познакомились с МИИ. Я думаю, это будет интересно. Это будет отдельный выпуск, как я вам и говорил. Ну, че, ребят, я понял, что отмалчиваться нельзя. Особенно перед своей аудиторией. На этом канале я вам впервые показал МИИ. Ну, и, собственно, сейчас стоит рассказать со своей стороны, как я это все вижу. Давайте для начала просто вспомним, с чего все начиналось. Я был в Америке. И с Машей мы отдыхали. И я заявил о том, что ищу девочку себе в команду. Или на продюсирование. И, собственно, мне пришло огромное количество анкет. Огромное. Я отбирал, сидел, смотрел на почту. Вот здесь вот я хочу приложить письмо, которое написала МИИ. Милое письмо, на самом деле. Она пишет, я не инстесоска. Поэтому, если тебе нужна девочка, которая будет с пятым размером полуголой, трястись на сцене, то это, наверное, не ко мне. На самом деле, меня это очень сильно тронуло, что она такая была честная, открытая, добрая. И без вот этого шлака, которого достаточно много в шоу-бизнесе, я именно поэтому и начал ей заниматься. И поехали. Мы улетаем. Мы улетаем. Вер, все негативно. Мы оставляем здесь. И очень прикольный абзац. Вот последнее предложение. За тобой и Машей слежу давно. Мне нравится твоя музыка. Кстати, у меня есть даже фото с тобой. Давайте, ребят, посмотрим на кусочек интервью МИИ прошлым летом. Был Саша Текила, и он искал себе бэк-вокалистку. В свой коллектив. Я пришла к нему. Все правда сейчас. Не знала, кто он такой, что он делает. А что же тогда ты писала, что за тобой и Машей слежу давно. Интересно. Ты знаешь, я вот именно за певцами следила, там за политикой. Я же не певец. За Анидоровым. Да, Саша Текила не был у певцов. Я как-то, он вот, как-то мимо меня он проходил. Мимо как-то пролетал. Я знала, но не знала, кто это поет. Понял. Вот, и мне скинули подписчики на тот момент. И мне скинули подписчики на тот момент. Ребят, Мия пришла. У нее было тысячи подписчиков. Меньше тысячи подписчиков, из которых 200 было живых. Остальные это накрученные боты. Если вам не лень, вы можете сопоставить сейчас. Найти на сайте, зайти в любое приложение, программу. Просто вбить ее name в инсте. И вы посмотрите, с какого момента пошел рост ее подписчиков. Сколько у нее было, когда она подписала контракт со мной. Ей подписчики прислали, говорит. Я пришла к нему, и он сказал, давай я буду тебе помогать писать твою музыку. Ты не будешь у меня на бэк-вокале. Я согласилась. И вот первый год нашего сотрудничества... Да, именно, вот так и было. Я писал и делал для тебя треки. Когда не мог писать, и когда моя студия не могла этого делать, мы покупали эти треки. Я просто, ребят, хотел показать вам на явном примере, как бы в кого сейчас превратилась Мия. Как она складно вообще просто перевирает, как она интерпретирует все, что было до, и так, как ей хочется сейчас. И самое страшное здесь, что, скорее всего, она этому всему и верит. То есть, знаете, как будто она придумала себе свой мир, и вот это и есть истина, самое главное. Я хочу просто, чтобы мы сейчас вспомнили, с чего все началось. Мия отправила письмо, мы встретились. Мне как-то, ну, понравилось. Она как артистка, достаточно милая, приятная. И мы начали сотрудничество. Я полностью вот с головой окунулся в этот проект. Зачастую даже какие-то свои планы, свои желания просто ставил на второй план. И за первый год, даже за первые полгода у нас уже случился хит. Для тех артистов, которые сейчас посмотрят, они просто скажут, как? Это невозможно. Ну, честно. Но другие продюсеры раскачивают несколько лет артиста, и у них нет таких успехов, как у нас. Я попросил Мию несколько раз сочинить, но, к сожалению, это были не того уровня, который я хотел, песни. В общем, после письма Мия ко мне приехала на студию, и мы заключили договор, контракт, который она долго читала, который она проверяла. И поэтому мне очень странно слышать, что она там была ребенком каким-то, она даже советовалась по этому контракту. В этом контракте было прописано очень четко, что все песни будут принадлежать продюсеру, потому что ты вкладываешь средства, ты вкладываешь свои деньги. Мия, когда приехала ко мне на первый переговор, у нее, по сути, не было даже денег обратно домой. Она из деревни, она об этом говорила, там, в Ленинградской области. И максимальную зарплату, которую она получала, это было 20 тысяч рублей в месяц. И просто представьте себе, что за несколько лет она смогла в стократно увеличить свой доход, даже больше. То есть она зарабатывала со мной последние годы миллионы рублей. Я же хочу сказать, что в первый год я потратил только живых денег, 10 миллионов инвестиций, во второй тоже не меньше. Это я не считаю всех интеграций и касаний в Инстаграме, в Ютубе, сколько я ее пушил, переливал, делал совместные конкурсы. Ну, в принципе, все подписчики, которые имеются, умеют. В Инсте, например, они пришли только от меня. Я не знаю даже, как это оценить. Вы сами знаете, сколько стоит, ну, там, допустим, реклама в Ютубе или в Инсте с одним касанием от топового блогера. На тот момент мои выпуски собирали там 500, 600, 700 тысяч, миллион просмотров. Ну, то есть я полностью погрузился в нее и выполнял функцию продюсера и человека, который ее продвигает. Я слышал мнение, просто читал, что, блин, артисты там гастролируют каждый день где-то в регионах, а продюсеры сидят там у себя в Дубае. Слушайте, когда я подписал МИЮ, честно вам могу сказать, что я гастролировал и большую часть денег, вот, больше половины я откладывал на продвижение ее проекта. Я верил в этот проект, я знал, что у нас все получится, но зарабатывать, зарабатывать и отбивать свои инвестиции я начал только на третий год, на третий год. И если мы вспомним и отмотаем, был коронавирус, пандемия, все встало, ни рекламы, ни концертов, ничего. И именно тогда я встретился с МИИ и сказал мне, слушай, ты видишь, какой откат в мире происходит? Я предлагаю тебе пролонгацию договора на два года, таким образом я ближайшие два года забирать деньги не буду, я буду дальше вливать в проект. Я взамен тебе даю квартиру, ты можешь здесь жить спокойно, сколько хочешь. И буду дальше заниматься еще сильнее проектом, попробую даже запустить зарубежную линию, что у нас тоже получалось. Если вы помните, треки с диджеями западными, с Севеном, например, я вкладывал в клипы и в песни. Я никогда не вычитал продвижение песен и клипов, и создание клипов из общего вала, из ее денег, потому что я знал, что эти песни принадлежат мне по договору. Я ничего не запрещаю, пожалуйста, исполняй. Пользуйся именем и исполняй песни, но песни принадлежат продюсеру, это всегда было и есть. Ну, вы сами прекрасно уже понимаете, что просто девочка из деревни, у нее нет общения, нет друзей. И я, естественно, ее завел в тусовку, в шоу-бист-тусовку, со всеми познакомил. Вы помните, там, премию Муз-ТВ, когда я ее брал вот так за ручку и вел по дорожке, проходя мимо Леры Кудрявцевой, она спрашивала, это вообще кто? Сначала артистам нужны продюсеры и люди, которых продвигают, пока у них нет хита. Потом, когда хит появляется, уже похуй, типа, продюсеры бегают за артистами. Это мой хит, типа, без меня ты никто, знаешь, и я так не видел. Точно? Точно. Если я так вот, разрешаю вам засыпать мне песок в глаза. Вы помните, как, я не знаю, познакомил ее там с Юрой Джеткар. Блин, одно это знакомство, вообще, каких денег стоит, потому что Мия могла пользоваться и просить на сколько угодно, какие угодно тачки. На съемки клипов, на просто так поездить или еще что-то. Подписали контракт в конце 2018 года. Понятное дело, там, январь, февраль раскачивались, притирались. Но уже летом произошел первый хит «Мама не в курсе». Вот, кстати, золотой диск, который Мия забыла. Потом где-то полгода, ну или нет, 3-4 месяца я просто уговаривал и умолял Мию, чтобы она завела TikTok. Потому что я видел в этом потенциал. Она говорила, да нет, куда я вообще-то, блин, эти блогеры. Нет, я певец, я артистка. Все завела, все понеслось у нас, первые гастроли, все вообще супер. В 2019 году Мия уже там в 2019-2020 покупает себе первую тачку «Поршак». На следующий год покупает машину своему папе, полностью обеспечивает свою семью. Ну, то есть, все супер, все отлично. Наверное, это такая классика жанра. Очень мало артистов, которые благодарны своим продюсерам. Наверное, просто в какой-то момент ты начинаешь себя ощущать каким-то супер большим и важным артистом, человеком. Звездная болезнь бьет. Нет тех людей, которые бы здраво объяснили и рассказали бы тебе вообще, что сделал для тебя человек. Насколько он серьезно вовлечен в проект и может тебе открыть глаза на все, что ты делаешь. Но чаще всего появляются, знаете, такие маленькие пираньи, которые рядом тоже плывут с артистом и покусывают со всех сторон. И артистов в том числе. Это потом в будущем как бы уже они понимают. Последний год был очень сложный. Вот просто вдумайтесь сейчас. Я нахожусь в Аргентине. У меня с Машей последние месяцы беременности. Буквально две или три недели до родов. И просто уже какие-то капризы, палки в колеса каким-то проектом. Но это рабочие моменты. Я никогда на это не жаловался. Да, у тебя артист растет, его мнение растет. Окей, это притирки, они постоянно идут. Ничего страшного. Но в какой-то момент мне Мия звонит. И дословно она говорит, Саш, все, я заебалась. Мне не нравится твоя команда. Мне не нравится все, что мы делаем. Я хочу свободу, я хочу уйти. Все, ты меня заебал пока. И главная фраза, которая прозвучала, я еще просто с этого выпал. Она говорит, у тебя вообще скоро родится ребенок. И тебе вообще не будет не до меня. Что у меня вот-вот родится ребенок, и мне сейчас артист, который приносит мне деньги, которые я когда-то вложил, говорит, что все, пошел ты нахер. Ты как бы не будешь зарабатывать вместе со мной и живи там, как хочешь, со своим ребенком. Я тогда уже понял, но это уже как бы капитальный такой конкретный звоночек, что Мия как бы поплыла. Но тем не менее мы выполняли свои условия. Мы продвигали треки. Мы на все хотелки, которые были у Мии, открыто и здраво реагировали. Хочешь бренд, пожалуйста, Мия Бойко бренд. Хочешь клипа, пожалуйста, клипа. Создание треков без проблем. Не было никогда ни штрафов. Ребят, мы ни разу ни за что не штрафовали Мию. Мы могли говорить об этом, что, блин, если ты это не сделаешь, то это будут штрафы. Но никогда не штрафовали. За опоздание там постоянное не было. Более того, она сейчас ушла, но мне необходимо выплачивать неустойку за концерт, который она сорвала перед Новым годом, где ее ждали дети из Югры. Все, мы расстались, мы разошлись. Но каждый раз, когда она будет говорить про меня неправду, я буду выходить и буду бить по фактам. Потому что, ну извините, мне приходится прикладывать скрины, чтобы вы четко для себя уже сложили мнение, кто здесь прав, а кто... Если говорить про квартиру, да, вот Мия выразилась и сказала, что это манипуляция. Извините меня, это 200 метров, даже больше, на Кутузовском проспекте. Если просто так сейчас даже вбить какой-нибудь циан или еще где-то, то, ну, такая квартира будет стоить 1200-250 в месяц. Но даже если посчитать просто 150 тысяч рублей в месяц на 4 года, то это примерно 7 миллионов 200 тысяч. Более того, я никогда не просил с нее, не вычитал все коммунальные платы, охрану, там, парковку. Это еще где-то 35-40 тысяч в месяц, то есть это еще миллион 680 тысяч. То есть примерно, примерно около 10 миллионов, там, 9-10 миллионов я, по сути, мог их заработать, мог сдать квартиру, мог снять ей, там, я не знаю, за 100 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей зарабатывать эту разницу. Но я не заработал, я ей сэкономил эти деньги. Она считает, что это манипуляция. Ну, ладно, давайте двигаться дальше. Шоу вышло у Карины. Мне было немного неприятно, на самом деле, смотреть на то, как Карина просто сидела молча, и даже в каких-то моментах такая, типа, да, да, вместе с Валей. Ну, понятное дело, что это шоу, это как бы там надо подкидывать и так далее. Карина попросила Мию на свое мероприятие, я ее отпустил, вот скрин, пруф. И сейчас сидела и такая, ну, дала площадку свою для того, чтобы Мия выскралась и меня затопила. Класс, спасибо. Карина Кросс, обожаю, молодец. Я думал, что мы друзья, но это как-то некрасиво. Чего хочется сказать, вот, по Мии. У нас, вроде как, нашлась третья сторона. Мы договорились, что ты спокойно уходишь. Я не запрещаю тебе использовать треки. Ты используешь имя. Ты начала свою жизнь с хайпа на мне, с моих фитов, с появлением на моем канале. И сейчас новый виток своей творческой жизни ты начинаешь со скандала на моем имени. Зачем? Иди и докажи, что ты можешь все сама. Не пользуйся моей командой. Не пиши им, не звони. Они же тебе не нравились все. Ты их всех хаяла. У тебя достаточно крутой лейбл с большими возможностями. У тебя очень серьезный новый агент, продюсер. Я не знаю, какие у вас взаимоотношения Юра, который может многие вещи порешать и помочь тебе. Иди, пожалуйста, вперед. И не надо вкидывать в мой адрес и в адрес моей семьи что-то. Что мы имеем сейчас, ребят? Скандальное интервью на Первом канале. Очень часто отношения артиста и продюсера приходят вот к такой классике жанра, когда артист забывает вообще, что для него делалось. И, ну, в принципе, когда ты даешь такой трамплин для человека, кто-то не может справиться с славой, с деньгами, с собственным эго. И думал вообще как бы забросить эту историю. Но у меня есть команда, которая полна сил и желания доказать и показать вам, всем, нового какого-то самородка. У меня у самого осталось на самом деле в памяти только самое хорошее. Я помню эти классные моменты, когда мы добивались больших высот, огромных просмотров, первые гастроли, какие-то большие рекламы. Я это все помню. И на самом деле мне хочется зажечь новую звезду. Я думаю, что в ближайшее время я объявлю какой-то официальный кастинг. Но если здесь есть те артисты, которым не терпится уже сейчас отправить свои анкеты, в описании будет подробная информация, куда и что можно закинуть. У меня здорово получается продюсировать девчонок. Я думаю, что мы запустим новый женский проект. Может быть, это будет не одна девчонка. Посмотрим. Все будет зависеть от того количества и качества анкет, которые придут к нам на почту. Может быть, это будет пара мальчик-девочка. В общем, не ограничивайте себя. Я свято верю в то, что у меня получится найти очень крутого артиста. И я думаю, что следующий проект у нас получится запустить еще быстрее, еще круче. И поэтому не упускайте эту возможность. Может быть, даже и начнем с фита на «Город засыпает». Потому что в СМИ, как вы понимаете, уже этот трек не выйдет. Если вы спросите меня, ну в чем причина, что же произошло, там, наверное, многие напишут, блин, от хорошего продюсера не уходит, там, и так далее. Я вам честно могу сказать, жадность и нежелание делиться процентом. Это, как знаете, вот вы там создаете какое-то партнерство. Один инвестировал деньги, а другой, там, в ресторане, например, каждый день проводит время и готовит еду. Конечно, тот, который каждый день проводит время в ресторане и готовит еду, он не видит этого второго человека, который деньги инвестировал. И, наверное, думает, блин, почему я тут не владею ста процентами? Ну, потому что, блядь, тот дал тебе толчок, самый главный. Он дал тебе деньги, он дал тебе свои знания, там, связи, регистрации, лицензии и все остальное. И, конечно же, ты должен соблюдать правила и договор, который вы подписали. У артиста, у него, его внутреннее эго, оно раздувается с каждым, с каждым новым хитом. Все же подходят и говорят, бля, какой ты молодец, какая ты супер, какая ты... И это эго настолько тобой начинает повелевать, что ты думаешь, что ты гораздо больше артист, чем являешься. И это, конечно, погубило очень многих артистов. Я ни в коем случае не говорю, что там умеет, что-то не получится. Она, на самом деле, вот надо отдать должное, она пипец какой трудоголик. Она прям работает. И я это всегда ценил в ней. И желаю ей только всего хорошего. Все. Пизду с Богом, как говорится. Мы работали пять лет. И еще было контракта два года. Семь лет? То есть, изначально было пять, но он меня однажды позвал и очень так настойчиво продлил этот контракт. И того было на семь. Подписала она этот контракт после коронавируса. То есть, в середине 2020 года, после двух лет нашей работы, когда мы потеряли год с коронавирусом, по сути, да. И за подпись этого контракта Мия получила несколько плюшек. Во-первых, я ей пообещал и сказал, что я буду еще больше инвестировать денег, что я, собственно, и сделал. Вообще, я не планировала уходить, потому что, если я что-то подписываю... Она не хотела уходить. Нет, вообще, она никуда не хотела уходить. Он меня позвал сам навстречу и сказал, я чувствую, что ты больше во мне, типа, не видишь продюсера и хочешь уйти. Это правда? Но он сказал, я чувствую, что ты хочешь уйти, нам, наверное, разойтись лучше. Ты стоишь 150 миллионов. Это не так. И мне кажется, он просто захотел заработать. То есть, он сам предложил мне уйти и выкупить себя. Смотрите, вот после первого разговора, когда Мия сказала, что она хочет уйти, прошло где-то 9 месяцев. Да, с февраля даже, ну, даже поменьше. В сентябре у нас состоялась эта встреча, этот разговор. За эти 8-9 месяцев было очень много капризов, опозданий, где-то даже срывались какие-то рекламы, концерты. То есть, ну, она всячески вела себя так, чтобы я сам ей сказал, что, слушай, все, ты как бы заебал уже себя так вести, так дальше не пойдет. Но нет, я понимал, что эго артиста, оно растет, она становится, превращается в звезду. И нужно как бы терпеть всей команде. Такая участь у продюсеров. И мы, собственно, это и делали. На любые хотелки. Мия меняла ассистентов своих, как перчатки. Я Мии сказал, что, слушай, у нас еще как бы там 2 с чем-то года контракта. И сейчас это выглядит так, что как будто ты хочешь меня просто кинуть. Давай найдем решение. Собственно, я прилагаю скрин после этой встречи. Вот почитайте мое сообщение Мии. Давайте вместе его прочитаем, чтобы у вас было понятно вообще, откуда взялась эта сумма в 150 миллионов. Я ее сейчас поясню. Мия пришла, и Мия была инициатором этой встречи. И говорила, что она все, она уже не может, она хочет уходить. Окей, без проблем. Если ты хочешь уходить, то сделай предложение. Дай решение, каким образом я должен выйти из нашего сотрудничества. Что я ей предлагаю. Значит, и предложение должно быть от тебя. И я посчитал, что оставшиеся 2 года мое вложение средств, денег, времени стоит 150 миллионов рублей. Моя часть этого контракта. Кто-то может посчитать, что это завышенная сумма. Но самое главное, что я не требовал этих денег СМИ. Потому что смотрите, что я дальше написал. Если через месяц ты не выходишь этим предложением, то есть нет этого предложения. Или там, может быть, скажут, ну 150 мы не готовы, давай за 100 разговаривать. Ну, то есть хоть какое-то предложение было бы. Но если его не произойдет за месяц, то мы дорабатываем 2 года, как это есть в контракте, выполняя друг перед другом обязательства. Как мы договорились, по истечению срока мы подпишем соглашение, я передам тебе твое имя. Все. Здесь вот я хочу очень важное опровержение сделать, что я с нее не вымогал этих денег. Как сейчас они раскидывают это по всем пабликам, выставляя меня каким-то злым продюсером, а себя жертвой артистом. Нет, это не так, ребят. Он снял меня со всех премий, на которых я была номинирована. И я не могла ничего сделать, потому что по контракту имя у него, и я не имею права без его согласия что-либо делать. Здесь тоже вранье, потому что какие полгода. Я не снимал треки или там не блокировал, не вносил в какой-то список на радио, на телеке. Более того, у меня такой возможности нет. Мы просто отказались от промо-выступления, потому что это вложение моих денег. Не звонил там, знаете, каким-нибудь организаторам, говорил, если Мия выйдет на сцену, я там, блядь, на вас подам в суд. Ну, не было такого. Я выхожу такая заряженная с танцорами, слышишь, на песне года. И объявляют автор, Александр Тарасов исполняет Мия Бойко. Это ты, Лёша? Мы с девочкой с одной еще написали, и Саша туда только сказал, сделайте бит, как у Гаги, и ушел из студии, и все остальное мы придумали. Тяжело это придешь слушать, но, смотрите, Мия тут сама, на самом деле, говорит о том, что она не писала никогда песни. Ну, может быть, за исключением нескольких. То есть полностью написанная ей песня была бабло, да и все. И то, там, мы вносили коррективы на студии, записывали ее и так далее. Что касается песни «Гагарин», я очень хорошо общался с рэпером Джаро, у него была студия. Я договорился о том, чтобы мы приехали с Мией на его студию. Я заплатил ему, по-моему, тогда 200 тысяч рублей за эту песню. Мы долго сидели на студии и не могли подобрать бит. Находилась там Мия, автор, девочка Саша, и еще один парень, звукорежиссер. Не могли найти бит, я сел за компьютер и долго искал в Ютубе type beat, просто на который мы могли накидывать демку. Я нашел бит на Гагарина, после этого я его выкупил, я его дорабатывал на студии очень долго, потому что мы Гагарин записали и сделали, и потом только через два или три, через два года выпустили. На самом деле эта песня прямо долго отлеживалась, соответственно, Саша придумала полностью весь припев, и уже другие ребята придумывали куплетные части. Мия, ну, отчасти придумала, там, может быть, два слова, поменяла там как-нибудь где-нибудь. Естественно, я ее вносил тоже в автора, и она делала отчуждение, как это и было в изначальном договоре. В изначальном договоре, когда она пришла, я ей сказал, что я буду вкладывать в тебя деньги, свои связи, деньги в продвижение треков. Ты мне будешь возвращать треки, ты будешь зарабатывать на рекламе и на концертах. Эти треки, так как я их покупаю, я в них буду вкладывать деньги, будут принадлежать мне. В каждом треке я принимал участие, каждый трек сделан на моей студии, либо куплен, либо куплен у кого-то. И эти деньги я никогда не вычитал с доли Мии. Это мои деньги, которые я вложил в проект. Все мои песни принадлежат ему. Это правда. Это единственная правда, которая была в этом интервью. Ты че, вообще, что ли? Нельзя такого делать, да. А я же вообще... Не, ну, Бьянка, конечно, говорит, что нельзя такого делать, потому что Бьянка, насколько я знаю, она пишущая артист. Она полностью от и до придумывает, сочиняет треки. И, конечно, если я найду такого артиста, который будет мне приносить на блюдечке вот так вот песню, то у нас будут совершенно другие отношения. А когда ты просто взял, как бы, девочку, придумал ей имя, придумал ей образ, придумал ей вообще все-все-все, создал ей, по сути, соцсети, потому что они были нулевые, придумал ей имидж, заплатил за продвижение треков, соцсетей, блядь, всего-всего-всего. Конечно, это, ну, другие условия, абсолютно. Да, я могу их исполнять, но это не мои песни. И денег ты с них не получаешь. Вот тут непонятно. Да, мы договорились на словах, что Мия может их исполнять, но в любой момент я могу запретить, потому что я не знаю, куда дальше унесет Мию, если уж она будет вообще какую-то чушь нести, то, конечно, мне придется запретить ей исполнять треки, которые, собственно, мы сделали в момент, во время сотрудничества со мной. Ну, ты знаешь, я очень рада, что я могу их исполнять, потому что представь, пятилетний труд, это все, это программа на целый концерт. Да, блядь, представь, пятилетний труд, и ты все, как бы, и ты кидаешь своего продюсера. И я такой не имею отношения никакого, блядь, хотя я планировал в своей жизни и в своей голове доработать с тобой еще два года, как это было в контракте. Однажды мы отдыхали на Бали и жили на одной вилле, но мы в квартире никогда вместе не жили. Мия жила у меня дома, моя мама ее кормила, я приглашал и оплачивал ей перелеты и проживание на Бали несколько месяцев, в Турции, где там еще, в Казани, Сочи, ну, короче, много где. Просто впустил ее в свой дом, на самом деле, может быть, это моя ошибка, наверное, нельзя так близко как бы сближаться, но, да, вот это правда. Просто дал тебе ключ от квартиры, сказал, живи. Да, и он это сделал, когда продлил контракт на 7 лет. А это бонус. Да, да, и дал мне пожить... А это бонус, блядь, в 10 миллионов рублей, нихуевой бонус такой. Сука, блядь, сидишь там, ведущий подпиздываешь на первом канале, блин. Я ж тебя знаю, блядь, и ты меня знаешь. Ну, ты, конечно, крендель. Я уже третий год в квартире у своего продюсера, и он до сих пор меня не выгоняет оттуда. Я уже сколько раз спрашивала, говорю, может быть, уже как-то неудобно. Нет, говорит, живи. Большая квартира? 270 квадратов. Саша, мы выезжаем, все к тебе. Идеально подходит мне по размеру, потому что я люблю большое пространство, большую квартиру, и он все оплачивает. Поэтому ему спасибо. Метод манипуляции мной. И когда тебе что-то люди дают, они это дают для того, чтобы тобой потом манипулировать. Нет, когда тебе люди что-то дают, они дают это от чистого сердца. И, естественно, если у вас есть партнерские отношения, то мы с тобой договорились, что ты продлеваешь на два года, но я тем самым даю тебе квартиру и экономлю тебе до хуя денег. Десять миллионов рублей, как я уже успел рассказать. Последние два года он самоустранился, и мы за год виделись не больше пяти раз. Так мы за год, за последний виделись не больше пяти раз, потому что ты мне за две недели до того, как у меня жена должна была родить, говоришь мне, я хочу уйти, ты мне нахер не усрался. Конечно же, я ограничил свое время, и мне не хотелось видеться вообще даже с тобой, но я выполнял дальше свои продюсерские обязательства согласно договору. Я находился во всех чатах, у тебя росла популярность, мы дальше вкладывали деньги согласно договору в продвижение твоих песен, блин. И заработок твой увеличивался из месяца в месяц. Я не бросил тобой заниматься, я просто не хотел уже видеться с тобой после твоих слов, блин. Поняла, что я продолжаю получать процент свой, как и всегда, а человека просто нет в моей жизни, но продолжаю. Вот, вот, вот и ответ, что она поняла, что, блин, нахрена делиться? Зачем она должна делиться процентом? Жадность, жадность губит артистов, жадность губит вообще всех ребят. Нельзя так поступать по жизни. Я бы не уходила. Я хотела работать дальше, потому что я это подписала. Но он сам меня позвал и сам попросил 150 миллионов, а потом закрыл и... Ну, это мы уже обсудили, что это не так. Что Мия несколько раз изъявляла желание уйти, и с нее я не требовал 150 миллионов. Я потребовал какую-то компенсацию за то, чтобы она выходит из договоренности. И буду дальше работать и добиваться своих целей. Если бы он меня не нашел, не помог на самом начальном этапе, я бы здесь не сидела. Это 100% ему нужно отдать должное. Подожди, то есть, получается, все песни, которые ты сейчас новые выпускаешь и пишешь, они все будут... Саматически принадлежать, пока ты не выкупила имя, так или... Нет, этот человек... Спасибо, Карина. Как Мия вот что-то хорошее начинала говорить, ты ее перебивала и дальше уводила в русло, где она меня поливала грязью. Вообще, очень подружески. В следующий раз обращайся, когда тебе что-то нужно будет. Вот так, ребят, я рассказал все как есть, как это есть с моей стороны, без каких-то там преувеличений. Я думаю, что больше-то и нечего сказать. Хотя нет, на самом деле много чего есть сказать, но на данный момент достаточно. Поэтому влепите лайк, я не знаю, напишите свое мнение в комментариях, что сделал я правильно, неправильно. Что вы думаете по поводу Мии. Ну и все, подписывайтесь на этот канал. Я думаю, что скоро будет много всего интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok